Перед Суперкубком, который пройдет 8 августа, Суперкубок Европы и Манчестер. Новых игроков, новые формы. Вот у Барселоны сегодня второй выездной комплект такого необычного небесного цвета. А мать должны прилагаться в черные трусы. Но, тем не менее, сегодня играет Манчестер в белых шортах и серых футболках. И обратите внимание, на форме капитана Манчестер Юнайтед Майкла Карриха виден даже такой силуэт на фоне светло-сером этой футболки. Изображен силуэт знаменитой статуи Святой Троицы, установленной рядом с Манчестерским стадионом Олд Траффорд. Статуя легенд кайшевого уровня команд. Начнем с состава Барселоны. Еспер Силисен в воротах под тринадцатым номером. За Барселону каталонцы такой виток в своем развитии сумеют сделать. И игра против Ювентуса вселила определенный оптимизм и надежды. Была у Мхитаряна, но исполнение подвело на Ромео Лукас туда мяч отправить. Месси, темп, темп хорош в этой встрече. Неймар, Неймар снова с мячом. Месси, Дехе. Любил забивать Дехе. Пока пробить не удается, но посмотрите какая хорошая атака. Пропускает мяч и умышленно, по-моему, это делает Луис Суарес. И Месси обычно с левой ноги. А если учесть еще и рост Дехе, то как представляете, ему непросто было сложиться. Прострел. И здесь Дехе. Да еще и Бритый наголо. Конечно, та еще картина. Месси разгоняет атаку. Ракитич. Вот на этом турнире Барселона играет в форме без фамилий. Так было и в игре с Ювентусом. Так происходит этого игрока. Однако Месси. Месси опять по левой. Удар. И рядом со штангой. Вяческо проходит. Хорошо сейчас разыграли. В этой атаке поучаствовал. Дают Месси возможность вот эти резкие движения осуществлять перед штрафной. Посмотрите, четыре игрока вроде бы рядом, а накрыть никто не может. И снова не везет Леонель Месси. Опять его фирменный удар. Но мяч проходит рядом со штангой. Даже, по-моему, чуть-чуть эту штангу облизнул. Вот на этом повторе это будет видно, но нам режиссер американский этот повтор не продемонстрировал. И лишь Луне это был правый фланг обороны. И вот Нельсон Семедо, 23-летний португалец. Весьма любопытное решение. Но вот в первом матче, а именно во втором тайме, когда он появился на поле против... Бускец, Месси, снова Бускец, Умтити, Неймар. Интересно посмотреть за парой чари. Маскирано, Умтити, Неймар, Оленья, Месси. Нарушены правила. Месси видно в хорошей форме. И, как сообщала одно из испанских изданий, Месси здесь на сборах в плане беговой работы и в плане тестов показывает наилучшие результаты чуть ли не в своей карьере. В Барселоне, когда Месси, Неймар и Суарес от центра поля поспорили, кто же из них попадет в штангу. Первым бил Суарес мимо. Месси мимо. А вот Неймар попал. Но Неймара сейчас нет при розыгрыше этого стандарта. Месси попадает в мощнейшую и очень дорогую стенку из игроков Манчестера. Месси красиво здесь, ловко играет Месси. Опять под левый мяч. А если бы эта передача прошла чуть-чуть... В этом межсезоне опять было много разговоров относительно перехода ДХ в мадридский Реал. Месси. Суарес один в один и пойдет обыгрывать Месси. Все пока в молоко у Лионеля Месси. Мимо. И хороший был момент для взятия ворот в начале игры. И потом удар рядом со штанга. Здесь газон. Газон. Вот на этом повторе тоже, наверное, будет видно. По-моему, подскочил мяч у Месси. И поэтому... Это рыжая борода. Неймар. Ну а кому там в Барселоне играть головой против этих здоровенных ребят из Манчестера? Правильно разыгрывает мяч каталонцы. Потому что там совсем уж низкорослый. Но, ребят, ну есть Бускец, есть Умтити в отсутствии Пике. Ну, не очень понятно, как можно было бы выиграть воздух. Поэтому, наверное, Барселонный мяч и разыгрывает. Суарес, рикошет, Месси головой. Он уже забивал головой Манчестеру в римском финале в 2009 году, как мы помним. Здесь же пробил выше ворот. Но Ракитич, как раз, уходил, да, уходил от Карика. Успел сделать передачу. А здесь Смолинг бросается в ноги. Суаресу коленом останавливал мяч Нельсен Семедов. Он же Нельсиньо. Так его в официальном протоколе этого матча отметили организаторы. Группа игроков сейчас. Барселона отрезала. Снова через Месси. Все атаки идут через капитана. Каталонцев, Месси, Неймар. Неймар перехитрил, перехитрил Неймар. Неймар. 1-0. 222. В Индополож. Ну, хороша атака. И здесь не лучшим образом, конечно, Валенсия сыграл, да. Но Неймар просто оказался хитрее в этой ситуации. Уже и ДХ ничего не мог поделать. Передача. Получается, там еще головой в подкате шел. Пытался отобрать. Посмотрим еще раз, что здесь. Пока очень приятное впечатление оставляет Барселона вот в центре поля. Освобождая правильно эти ходы, эти дороги для Лионеля Месси. То есть говорит Неймар. Все это что делают? Неймар. И дают, самое главное, что дают пробежаться в штрафные игроки. Манчестер не успевают выстрелить шлагбаум. Месси. И здесь стеночку успел сыграть. Но Лингард отработал в обояне. Оленья. Вот уже поувереннее Оленья себя чувствует. Месси. Сбивает его поле Побба. И тут же. Оленья. Овации. Гул на трибунах одобрительный. Дайте Лионелю пробить штрафной. Да, Побба правила не нарушил. Если посчитать за тайм технико-тактические действия Барселонские десятки, то караул. Да, вот видно, что датчики есть на спине. Причем датчик даже не мешает ему играть. Мне кажется, такой маленький горк вырос на спине у Лионеля Месси. Месси и Неймару мяча. Что даст Неймару пробить Месси? Неймар, штрафного, может положить. Месси бьет сам. Вот поэтому, наверное, Неймару и хочет уйти. А была же игра с Парисом Джермен. Помните? Уникальная. Эпохальная, можно сказать. Завершившаяся со счетом 6-1. Польза Барселоны. После чего мэр одного из небольших французских городов. Решфорд. Сходил в штрафную. Судили лиситого мяча. Месси и желтая карточка сейчас по-хорошему должна была бы быть Дели Блинду. Но арбитр по фамилии Вильяриал с именем Армандо. Пока карточками не разбрасывается. Но в официальной игре... Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Субтитры создавал DimaTorzok.